Всем привет! Уже который раз Настя с канала Борщ ТВ изготавливает детскую мебель. Видимо, тем самым заразила меня эта идея, и я решил сделать столик для своего племянника. Посмотрим, что из этого выйдет. Хотя на превью вы уже, наверное, видели, что получится. Ну так что, приятного просмотра. Итак, начнем. Так как столик будет пробный, то материал буду использовать вторичный. Для ножек стола я использовал поддон, оставшийся от привозки шифера. Его почему-то сделали из березовой необрезной доски. Так что для начала я напилил бруски шириной около 6 сантиметров, а затем отцовским методом стрельнуть глазом, определил, какой из отрезков бруска является наиболее ровным. Высота столика будет 1 метр. Выводить в размер наши бруски не стоит. Лучше оставить маневр на косяки. Так что пилю с запасом в 5 сантиметров. Если вы сейчас смотрите на экран и испытываете тревожное чувство, то это нормально. Если бы я работал за этим монстром еще два года назад, то пеноблоки можно было бы и не привозить. Все сколы после фугования и дефектов самой древесины замазал шпатлевкой по дереву и зашлифовал 80-м зерном. Далее перешел к раскрою 18-миллиметровой фанеры. Глубину ящика-столешницы я отрезал на распиловочном столе. Пилить поперек такой длинный лист на этом же станке будет неудобно, поэтому сначала распилю все с запасом лобзиком, а после выведу все в размер на том же распиловочном, используя каретку. Ящик будет собираться на клей без саморезов с запилом под 45 градусов. Такая сборка не из самых удобных и легких, зато на углах нашего ящика не будет видно торцов фанеры. Проверяю, чтобы все детали нашего ящика сходились и перехожу к шлифовке его внутренней части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще один момент, нужно сделать заднюю стенку нашего ящика. Для этого во всех четырех деталях я делаю пропил, в который встанет 6-ти миллиметровая фанера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Далее, пока ящик сохнет, перехожу к ножкам нашего стола. Заднюю вертикальную ножку я отпиливаю размером в один метр. Все остальные части я выкладываю в форме прямоугольной трапеции. И по столу делаю отметки, где нужно отрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собирать ножки я буду на шканты. Кстати, для разметки мне очень даже пригодился дедовский рейсмус. И далее засверливаюсь 8-миллиметровым сверлом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стягивать соединение саморезами не было никакого смысла. Так как никакой серьезной нагрузки это соединение на себя не принимает. Также на это место еще и полка будет установлена. Но я, как видите, не сдержался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После застывания клея перехожу к внешней обработке нашего ящика. А именно это снятие фаски со всех острых граней нашего ящика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шпатлеваем шпатлеванием всех неровностей на нашей фанере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шлифовкой 180-м зерном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пока масло сохнет, перехожу к обработке граней на наших ножках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остается сделать только полку. Направление волокон на верхнем слое этого куска фанеры идет поперек нашего реза. Проклеив малярный скотч, количество сколов можно значительно уменьшить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В полке будут участвовать круглые палки, которые будут являться ограничителями, например, для высоких книг. Их я сделаю, используя колевочную фрезу радиусом 12 мм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сборке ничего сложного. Заднюю стенку на клей и шурупы, переднюю планку на клей и струбцины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикрутить ножки к ящику я планировал на шурупы изнутри, но размер моего шуруповерта мне это не позволил. Так что прикручиваю ими же, но снаружи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для круглых палочек засверливаю сверлом форстнера на миллиметров 5, после вставляю их в посадочные места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь столик покрываю лаком, на водной основе. Через 4 часа после высыхания зашкуриваю поднявшийся ворс и покрываю вторым финишным слоем лака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И пока! Сейчас экстренная новость. Я все проверил и кажется, вы забыли поставить лайк и подписаться на канал. А из-за этого у меня постоянные мигрени. Исправьте, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...